Валерий Седов Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника» Наконечники «Фотон» и «Зубр» Оптимальный выбор для здоровья пациента Магазин «Медтехника» на Есенина 72-2 Телефон 27 07 07 27 07 07 Запчасти и гарантийный сервис в Рязани Самый известный из череды больших церковных праздников Это преображение Господня В народе его еще называют «Яблочный спас» Отмечают традиционно 19 августа В Рязани же дата праздника совпала с 200-летием Со дня образования одноименного храма Это сейчас храм преображения Господня В поселке Канищево построен из камня Да и выполнен он вполне современно А на самом деле его история начинается в 14 веке Согласно летописям, здесь произошла битва Между Олегом Рязанским и Дмитрием Донским Правда, тогда храм еще был деревянным Да и построили его в честь Николая Чудотворца В следующий раз о храме пишут уже 3 века спустя В те годы поляки пытались взять с боем Переславль-Рязанский Попытка их успехом не увенчалась И тогда они сожгли всю деревню вместе с храмом Новый храм уже построили в 17 веке Уже в честь преображения Господня Он был деревянный храм И с этого времени у нас ведутся синодик То есть поминания всех священнослужителей этого храма Известны их имена Вот они сохранились в архивах Вот поэтому мы их всех поминаем с того времени С начала 17 века В начале 19 века деревянный храм сгорел И только в 1819 стали возводить каменное строение Строили, что называется, всем миром Помогали жители со всего села Однако несчастья, постигшие храм на этом не закончились Начались 30-е годы 20 века Гонения на церковь В 1935 году был арестован последний настоятель этого храма Судьба его неизвестна до сих пор А сам храм использовался как склад для зерна К концу 80-х годов он пришел уже в совершенное запустение Когда местные жители по благословению И наставлению отца Авеля Македонова Начали ходатайствовать о том Чтобы возродить общину И вот удалось им открыть храм В 1989 году Это был один из первых храмов на Рязанской земле Которые после безбожного запустения Возвращены были церкви И здесь начали трудиться Первым был отец Василий Теперь Василий Колесников Сегодня в праздник преображения Господня В храме прошла божественная литургия Ее возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк В сослужении епископа Касимовского и Исасовского Василия Что примечательно, некогда настоятель этого храма История этого праздника берет начало со страниц священного писания Согласно Библии, в этот день Иисус явил народу свою божественную сущность Вместе с учениками он поднялся на гору Фавор и начал молиться В этот момент с неба раздался голос, который произнес Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благословение Его слушайте Другое название праздника Яблочный Спас Оно скорее народное, дескать, Спас Сокращение от Спасителя, Яблочный Второй Спас от череды летних религиозных праздников В сети даже придали глубокое значение объединению этих двух праздников Мол, зеленый кислый плоды изменились под лучами солнца Так и душа человека преображается благодаря вере Однако священнослужители эту идею отвергают И добавляют, что духовный смысл праздника далеко не в этом Господь перед своим славным преображением разделяет учеников Кого-то оставляет внизу, а только кого-то берет с собой И мы, дорогие братья и сестры, видим явление славы Божией в разной степени Кто-то из нас остается внизу у подножия горы Фавор И воспринимает этот праздник просто как проявление церковно-народного фольклора Который выражается в том, что это праздник плодов, праздник яблок А вот народу от своих привычек отказаться сложно По поверьям, в этот день принято печь пироги с яблоками, делать варенье А на закате петь и провожать солнце Сами яблоки были украшением стола Их дарили гостям и нищим При этом сами плоды перед употреблением все же следовало осветить в церкви И поблагодарить за них Бога В этот день не принято заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости Лучше говорят, посетить богослужение или посвятить день молитве Кстати, сегодня не рекомендуется заключать браки Причина простая 19 августа выпадает на Успенский пост А еще по этому дню старину любили предсказывать погоду Принято считать, что каким будет день на яблочный спас, такой и будет осень Если погода будет ясной, то осень ожидается сухая Если дождливой, то мокрая Пока осень обещает быть хорошей Ежегодно 19 августа в России и других странах отмечается Всемирный день фотографии Задача перед фотографами стоит непростая Запечатлеть момент через объектив И создать из неприметного произведения искусства В 60-х, 70-х годах прошлого столетия многие школьники увлекались фотоискусством Тогда практически в каждой школе, в каждом вузе были фотокружки Председатель Рязанской организации Союза фотохудожников России Анатолий Осипенков начал свой путь в мир фотографии именно так Я начинал фотографировать самым простым фотоаппаратом, который назывался «Школьник» Его, к сожалению, в моей выставке нет Это самый простой широкопленочный фотоаппарат На широкую пленку снимали Ну и ввиду того, что у нас не хватало оборудования Проявляли мы в обеденных тарелках, разводили проявитель, закрепитель Со временем многое изменилось По словам Анатолия Осипенкова, цифровая фотография ворвалась в жизнь фотографов внезапно И все, кто занимались пленочной, так называемой «мокрой» фотографией, были вынуждены менять свой привычный уклад работы С тех пор в профессиональной среде идут споры, что же лучше Найти здесь истину довольно сложно Потому свои достоинства и недостатки есть у того и у другого Например, цифровая фотография освободила от процесса проявления пленки, который требовал от фотографа знаний химии и умения печатать под фотоувеличителем А также дала возможность улучшать фото, обрабатывая их на компьютере Вот почему Анатолий Осипенков отмечает Ему, как старому фотографу, сказать, что лучше сложно Техника меняется, а вот тонкости создания красивой фотографии остаются неизменными Цифровая фотография и пленочная фотография – это просто разные инструменты, которыми пользуется фотограф Все законы фотографии, композиция, свет, построение кадра – все это осталось прежнее Все так же Без знаний вот этих основных художественных возможностей невозможно выполнить хороший снимок Сейчас Анатолий Осипенков проводит уникальную выставку кинофототехника прошлых лет На ней представлено более 100 экспонатов Здесь можно увидеть камеры времен Великой Отечественной войны Например, знаменитый немецкий фотоаппарат «Лейка» и киноаппарат «АКС-1», на который снимали всю хронику войны Также на стеллажах много советских кинокамер, а один образец имеет особую ценность, ведь он еще времен XIX века Вот эта камера французская Это стереофотоаппарат Это значит, что при съемке делалось сразу два кадра Вот смотреть это можно было через такую систему, вот такое устройство Помимо фото и видеотехники в портретной студии Анатолия Осипенкова проходит выставка его работ Это результат поездки автора по курортным городам Кавказа Фотохудожник рассказывает, что целью было не создать красивые открытки, а передать дух Кавказа По его словам, фотографировать людей, их эмоции всегда очень ценно А зрителям такие снимки интереснее смотреть Анастасия Арт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» С давних времен к полнолунию у людей повышенное внимание И это неудивительно, а раз в месяц Луна открывается полностью и предоставляет собой необычайно красивое зрелище Больше того, в это время она кажется более яркой, чем обычной Это объясняется отсутствием теней на поверхности спутника Земли 19 августа можно наблюдать суперлуния Полнолуния для ученых просто фаза Луны Для романтиков и поэтов вдохновение Для связанных с эзотерикой особое время месяца, которое идеально подходит для проведения ритуалов, практик и так далее Полная Луна благосклонна для любви и романтики Наблюдать за тем, как огромный шар восходит над горизонтом в ночном небе, такое не может оставить равнодушных Луна находится в своем перигее На самом близком удалении от земли она огромная, висит над горизонтом, на нее очень интересно смотреть Можно загадывать материальные желания, можно делать все, что угодно Очень интересно сейчас проводить всякие вещи на здоровье, оздоровительные практики с водой И именно загадывать желания на оздоровление Вчера было надо делать, сегодня, завтра тоже самое можно делать, можно воду заряжать Некоторые люди явно испытывают эмоциональный всплеск в дни полнолуния и соседние к нему Рекомендации одни, старайтесь держать себя в руках и не поддаваться желанию поскандалить или выяснить отношения Это полнолуние, оно может быть несколько тревожным, а тут просто надо сесть и написать себе прям вот план А чего я хочу на самом деле, свои ли желания я исполняю, вообще надо ли мне то, к чему я стремлюсь, насколько мне это надо И вот это вот как раз, вот можно загадывать тот самый путь героя, вот ту самую инициацию, которая приведет тебя в результате туда, куда тебе надо Исполнить твои как бы самые насущные желания Это полнолуние было третьим полнолунием лета У индейцев Северной Америки оно носит название Осетрового, этот период, самого богатого улова В Китае полнолуние голодных призраков, у них даже есть фестиваль вблизи августовского полнолуния Фестиваль почитания предков и умерших родственников Лунопарк снова в Рязани, аттракционы для детей и взрослых приезжают к нам уже третий год Получить заряд солнечного настроения можно на площадке рядом с торговым центром «Премьер» Турбо-360, свингтауэр, экстрим Головокружительные аттракционы буквально поднимут к облакам и заставят сердце биться чаще Ведь в мире цифровых развлечений, виртуальных эмоций нам порой так не хватает настоящих, ярких, захватывающих дух переживаний Мы так рады, что посетили вот парк такой Ну неожиданно, в нашем городе очень мало всяких разных аттракционов И то, что приехал парк, это ну классно, круто, тем более в такой обстановке, все доступно Дедям все очень понравилось Комната страха только что оттуда вышли, прям они были в восторге Сейчас планируем пойти на аттракцион 360, там уже были несколько раз в том году Сейчас надеемся получить те же эмоции, которые были в том году Я пока каталась на машинке, я вначале боялась, потом успокоилась Мне очень понравились ваши актракционы Причем среди экстремальных аттракционов есть и спокойные семейные карусели, а также автодром и батут Эмоции как бы зашкаливают, потому что, наверное, я первый раз в Рязани вижу хотя бы что-то наподобие Есть здесь с детьми прогульнуться Это очень радует, то, что есть куда сходить А то в Рязани своих аттракционов таких вот практически нету Катание на аттракционах – это настоящая тренировка эмоций и силы духа К такому выводу пришли недавние исследования Наполниться позитивом в Лунопарке можно до 23 сентября включительно На площадке рядом с торговым центром «Премьер» Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв И в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин